На последнем в уходящем году заседании четвертом по счету депутаты Чебоксарского городского собрания приняли поправки в бюджет текущего года и утвердили новый. В совещании приняли участие глава администрации города Алексей Ладоков, представители органов государственной власти республики, территориальных структур, федеральных органов исполнительной власти. За проект главного финансового документа проголосовали все 34 присутствующих на заседании депутата. Впервые за долгие годы бюджет был принят единогласно. Разумеется, все цифры не раз обсуждались на заседаниях постоянных комиссий. Бюджет выверен и социально ориентирован. Будут продолжены программы поддержки отраслей, пострадавших от пандемии. Предусмотрены необходимые финансовые ресурсы для реализации национальных проектов. В числе приоритетов медицины, цифровизация, образование. Основу расчета бюджета города Чебоксара были приняты показатели прогноза социально-экономического развития города, ожидаемые оценки поступлений налоговых и других платежей бюджет города и изменения в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в силу с 1 января 2021 года. Доходы бюджета на 2021 год прогнозируются в объеме 13,2 миллиарда рублей, что на 3,3 процента или на 0,4 миллиарда рублей больше уровня 2020 года. В том числе налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 4,2 миллиарда рублей, с ростом к 2020 году на 8 процентов или на 313,4 миллиона рублей. То есть это собственные доходы. Оливийная доля неналоговых доходов бюджета – поступление от использования и продажи имущества муниципальной собственности. Итак, согласно проекту главного финансового документа, в следующем году доходы составят 13,2 миллиарда, расходы – 13,3 миллиарда, дефицит бюджета оценивается в 120 миллионов рублей. Ряд других вопросов был связан с правилами благоустройства территории и изменениями в положении о бюджетных правонарушениях. Всего в повестке дня 11 вопросов. Структура городского собрания депутатов поменялась. Раньше было 6 постоянных комиссий, сейчас 8. Поэтому нам необходимо привести в соответствие наше положение городского собрания депутатов. Немаловажный документ принимаем сегодня – это перспективный план работы на 2021 год всего городского собрания депутатов, где мы учли основные моменты. Работы очень много простоят, она постоянная. Ну вот, будем работать. Из-за пандемии, связанных с ней ограничений, сумма выпадающих доходов Чебоксар превысила 100 миллионов рублей. Депутаты заслушали исполняющего обязанности первого заместителя министра здравоохранения Республики Алексея Кизилова. Он сообщил, что после Нового года привиться могут не только учителя и врачи. Ожидается новая партия вакцины. Также пополнится парк скорой помощи. Кроме того, с 1 января откроется дополнительный ковид-госпиталь на 90 коек. Он расположится на базе республиканского кардиологического диспансера. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.